У каждого ли человека есть такие убеждения, которые препятствуют ему стать счастливее, богаче, успешнее? Я пока не встречала ни одного человека, которого после тестирования, я могла бы сказать, у вас все идеально. Практически одно-два, но что-то вскрывается. Потому что есть такая особая практика, называется тестирование. Все равно что-то вскрывается. Это очень интересно. У меня сейчас как раз в Турции был семинар на эту тему. И представляете, у одной девушки мы выяснили после тестирования, что она в прошлой жизни была монашкой в каком-то католическом монастыре. И она как бы дала себе обет вот такого целомудрия, такой строгой, ограниченной жизни. И она говорит, что теперь я поняла, почему я всё время мучаюсь, я себе ничего не разрешаю. И для человека это было действительно просто как взрыв. Надо же, даже вы можете из прошлой жизни выявить установки, пришедшие сюда в эту жизнь. Да. Потрясающе. А тестирование как проводится? Вот слушая вас, я вспомнила, что одна моя знакомая занялась аромотерапией, но не просто эфирными маслами, парфюмерией, французским парфюмом, кстати, очень качественным, на основе натуральных масел. Суть в чём? Она попросила у меня разрешение, чтобы я пришла аромотестирование. Ей нужно было для практики. Есть такое. И просто вот нюхаешь несчётное количество, не задумываясь вот этих вот блотеров, с парфюмом нанести, но мы говорим, что там нравится или равнодушен, или не нравится. И, вы знаете, я была поражена, насколько в точку всё попало из тех результатов, тех выводов, которые она сделала после этого аромотестирования. А у вас как тестирование проходит? Все виды тестирования, они схожи, знаете, в чём? В том, что работа идёт с подсознанием. То есть вы не прямые вопросы задаёте? Прямые. Прямые, да? Прямые, да. Ну, например. Но человек находится в состоянии лёгкого такого транса. Он находится в лёгкой медитации. Ну, вот, например, на любом из уровней я считаю, что зарабатывать деньги опасно. И если человек, действительно, у него есть такая установка, он определённый... Я не буду всё раскрывать. Он показывает определённый жест, скажем так, своим телом. Невербально реагирует. Невербально, да. Он это даже не хочет, но тело его реагирует. Точно так же, как вы про запахи рассказали. То есть реагирует наше тело. Это самый лучший детектор лжи. Но единственное, что спрашивать мужей, изменяешь ты или нет, нельзя. Это считается тоже вот табу. То есть речь идёт только о благополучии человека и раскрывать такие вот вещи, которые он хочет скрыть. Дело не в том, что он какие-то тайны хочет скрыть, а наша задача человеку — помочь. Помочь найти в себе то, что его ограничивает. Потому что можно 20 лет читать аффирмации, слушать медитации, что я богат, я миллионер, деньги идут ко мне легко и свободно. Не знаю кто, не знаю как, дают мне деньги просто так. Но если всё-таки в подсознании живёт установка, что если я буду богатым, ко мне придут и заберут либо меня, либо деньги, то это ничего работать не будет. Поэтому наша сейчас задача, вот как-то эта практика, в том числе работать с глубинными убеждениями человека. А у многих из нас эти убеждения, что деньги приносят какую-то опасность, поскольку мы же все происходим из поколения, пережившие репрессии. Совершенно верно. И даже вот последние события вот в России, вы знаете, да, громкие делания как раз вроде бы, вроде бы это подтверждают. Как раз вот то, что вы сказали, относится к тому, что у человека есть четыре уровня так называемых программ. Есть базовая программа, которую ты получил в этой жизни. Есть генетическая программа. То есть если ваших прадедов, прапрадедов репрессировали, расстреляли, не знаю, там каким-то образом им причинили вред на основании того, что они были богатыми людьми, то сто процентов у ваших родителей и у вас, ну, то есть у человека будет сто процентов эта программа, что иметь деньги – это опасно. Кстати говоря, ведь наш Советский Союз, ещё не так давно мы были общей страной, да, потерял огромное количество мужчин на войне во время Великой Отечественной войны. И, соответственно, у очень многих женщин, которые остались без мужчин, сохранилась программа, что если у тебя будет мужчина, его убьют. И поэтому они остаются одинокими, представляете? То есть потому что наших бабушек забирали как бы мужей. У меня у самой двое дедушек погибли на войне, я их не видела. К сожалению, и, естественно, и они эту информацию передают своим последующим поколениям. Мы это не контролируем, это у нас в генах. В общем, это очень интересная тоже тема, то есть работа с подсознанием. И, кстати, фэн-шуй – это тоже работа с подсознанием, потому что мой мастер, самый первый, я вообще очень счастливый человек, я считаю, что у меня были самые лучшие мастера в мире, первый мастер, мою линию, которого я училась в Америке, в Калифорнии, он говорил, вот если ты задумался о своей жизни, кстати, вот, Дима вас касается, если ты задумался о своей жизни и задумался о том, а чего же мне не хватает в этой жизни, ты уже на пороге позитивных изменений. Потому что, к сожалению, большинство людей живёт, ну, как бы, ну, не то, что бездумно, ну, день прошёл, и ладно. Как Жванецкий говорил, встал-лёг, встал-лёг, с Новым годом. Встал-лёг, встал-лёг, с Новым годом. Но если ты уже задумываешься, а какую сферу жизни тебе нужно подкрутить, да, чего мне не хватает, допустим, мне не хватает отношений, или мне не хватает проявления себя в карьере, мне не хватает здоровья, или ещё что-то, да, и ты уже начинаешь вот как раз подключать своё подсознание, которое тебе приносит советы, рекомендации. И вот здесь я, кстати, хочу всем нашим зрителям пожелать доверять своей интуиции. Интуиция всегда подскажет, так сказать.